Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие святой преподобно-мученицы Евдокии Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. С поразительной верностью осуществились эти слова боговдохновенного апостола в жизни, вспоминаемой церковью блаженной Евдокии. Как ураган, налетевший внезапно на бездны морские, с непреодолимую силой крутит, потрясает волны, приводит их в сильнейшее движение и волнение, и, проникая до самой глубины морской, могучий сторгает на поверхность предметы, сокрытые в недоступных глубинах, так и свет и мощь Святого Писания внезапно проникли в темную душу великой грешницы и исторгнули сокрытые в глубине ее сокровища, присущие душе человеческой, но бездействующие, мертвые, невидимые, пока мгла грехов тяготеет над ними. Однажды, в то время, когда язычество еще преобладало повсюду и нравы языческие допускали еще ничем не сдерживаемую распущенность, жила в городе Филиппийском Иллиополе одна богатая женщина, замечательная, необыкновенной красотою, привлекавшей к ней многих поклонников, с которыми вместе она предавалась разгульной и беспечной жизни среди безумной роскоши и совершенной праздности. Казалось, что кроме нечистых удовольствий ничто не занимало ее. Это была язычница в полном смысле слова. В душу ее не проникал еще ни один луч света Христова. Но этот свет уже сиял в мире, и число пленяемых им распространялось повсеместно, и эти-то избранные служили, в свою очередь, блаженным орудием для привлечения к нему новых счастливцев. Пришел, наконец, час возрождения и погибающий Евдокии. Однажды, когда она предавалась ночному покою в роскошной комнате своего дома, внезапно среди ночи она проснулась. Господу угодно было определить эту минуту и на пробуждение ее спящей души. За стеной той комнаты, где спала Евдокия, находилось другое жилище, которое занимал один христианин. Случилось так, что в тот день прибыл в город и остановился в этом жилище один инок по имени Герман. Когда наступила ночь, то прежде чем уснуть, он долго молился. После же молитвы стал читать Священное Писание. Он читал вслух. Чтение его было умилительное, нередко прерывалось оно глубокими вздохами и молитвенными призываниями. Евдокия стала прислушиваться. Инок читал о страшном суде Господнем, о вечном блаженстве в Царстве Божьем, которое предстоит праведным, и о страшных мучениях, которые ожидают людей, ведущих беззаконную жизнь. Проснувшаяся Евдокия с любопытством прислушивалась. То, о чем читал инок, было для нее совершенно ново. Слова Спасителя о страшном суде и о вечной жизни ее поразили. Душа ее смутилась под влиянием какого-то непонятного для нее страха. Евдокия не могла заснуть и рано утром призвала к себе инока. «Кто ты и откуда? Какая жизнь твоя и твоя вера?» спрашивала она инока. «С той минуты, как я услышала, что ты читал сегодня ночью, душа моя взволновалась. И если это правда, что грешным людям предстоит мучительная вечность, то скажи мне, кто же может спастись? Страшно и удивительно то, что ты читал о суде. Я никогда об этом ничего не слыхала». «Какая же твоя вера, если ты говоришь, что никогда не слыхала о суде Господнем?» спросил Герман. «По отечеству и по вере я самарянка», — отвечала Евдокия. «Я очень богата. И, услышав слова, что богатым трудно спастись, я ужаснулась. Скажи мне, откуда у тебя такое богатство? Ты имеешь его от мужа?» спросил Герман. «Нет, я не имею законного мужа, но богатство мое я собрала от многих мужей. Только думаю теперь, какая мне польза от моего богатства, если богатым предстоят мучения в будущей жизни. Женщина, скажи мне правду, потому что и Христос мой, которому я служу, истинен и требует правды. Хочешь ли ты спастись, отказавшись от богатства, и жить в бесконечной радости, или, живя здесь в богатстве, лишиться от родной участи в вечной жизни? Я готова отдать свое богатство ради вечной радости, но меня удивляет, за что ваш бог так не терпит богатых? Нет, бог не отвергает богатых, но отвергает только тех из них, кто неправедно приобретает богатство или неправильно употребляет его на удовлетворение незаконных потребностей и не на пользу ближних. А что скажешь ты о моем богатстве? Праведное ли оно или неправедное? Я считаю его истинно неправедным и противным богу. Отчего же это? Я многих бедных одела, многих накормила. Какое же зло в моем богатстве? Послушай меня, возразил Герман, «Хотя ты и подаешь милостыню, ты не можешь быть приятной богу, живя неправедно во многих других отношениях. Ты не можешь получить благодать Божию, живя в нечистоте. Кто ходит босыми ногами по терниям, тот подвергается занозам, и если ему и удается вынуть из ноги несколько занос, то все же останется много греховных занос на твоей совести, которые препятствуют твоему полному очищению перед Богом, которые готовят тебе мучительную вечность, ожидающую нераскаившихся грешников. Но ты можешь избежать ее, если хочешь узнать заповеди Божии и исполнить их. Поучи меня христианской вере вашей, возьми у меня сколько хочешь золота и проведи здесь несколько дней. Я же готова раздать все мое богатство и пойти вслед за тобою, куда ты идешь. Мне не нужно золота, отвечал Инок. Я желаю только твоего спасения. И хотя я спешил возвратиться в свою обитель, я останусь здесь еще несколько дней, чтобы видеть твое обращение к Богу. А ты призови христианского пресвитера, чтобы он научил тебя и крестил тебя, потому что это начало и основание спасения. Немало удивился священник, когда, посланный от Евдокии, пришел приглашать его к ней, так как она известна была во всем городе как легкомысленная женщина, преданная пустой, праздной, греховной жизни. Не замедлил он, однако же, пойти к ней. Увидев его, она припала к ногам его и молила его сделать ее христианкой. Заметив, как мало еще была подготовлена эта женщина к восприятию истины Христовой, как опутано было мышление ее всякой мирской суетой и пока еще только бессознательным страхом, священник не нашел удобным совершить над ней немедленно святое крещение, а посоветовал ей провести хотя одну неделю в уединении и молитве. Между тем он подготовлял ее, раскрывая и объясняя ей главные истины христианской веры и ободряя ее беспредельным милосердием Божьим ко всем и, в особенности, кающимся грешникам. Когда священник ушел, то Евдокия долго еще беседовала с иноком Германом, расспрашивая его об образе жизни христиан, об иночестве. Простившись же с ним, Евдокия призвала слуг своих и приказала им никого не допускать к ней, сама же уединилась в своей комнате и семь дней провела в посте и молитве. По прошествии этого времени инок Герман по обещанию своему посетил Евдокию. Он нашел ее изменившуюся, утомленную. Лицо ее похудело, но светилось какой-то чудной радостью, как бы отражавшую свет преобразившегося сердца ее, полного теперь любви и упования. Сверх того она была обрадована чудным видением, о котором и сообщила Герману. «Меня вдруг осиял чудный свет», — говорила Евдокия, «и ангел светлый и прекрасный, взяв меня за руку, вознес на небо. Там лики святых душ встретили меня радостно и называли меня сестрою. И в это время послышались слова «Богу милосердному угодно спасать грешников раскаивающихся. Пусть душа эта совершает подвиг свой, и я буду с нею во все дни жизни ее». Ангел же, возвратив меня в дом мой, сказал, «Много радости бывает на небе, когда грешник приходит к покаянию, потому что милосердный Отец Небесный не желает, чтобы погибла душа человеческая, причистыми руками его созданная, по образу и подобию своему». Сказав это, ангел перекрестил меня и отошел. Через несколько времени снова посетил ее инок Герман и, увидев, что она все свое богатство употребила для бедных, освободила рабов своих и сама живет в бедности и смирении, отправил ее в женскую обитель, находившуюся невдалеке от мужского монастыря, в котором жил он сам. Это было в 96 году в царствовании императора римского Трояна. Сделавшись монахиней, Евдокия ревностно занялась чтением Святого Писания, посвятила себя вполне трудам и подвигам иноческой жизни и до такой степени превзошла всех монахинь в трудах поста и молитвы, что, когда на втором году ее поступление в обитель умерла здешняя настоятельница, то, согласно общему желанию, Евдокия была избрана игуменью обители. Вскоре после этого граждане Иллиополя, предполагая, что богатство, собранное Евдокию, она хранит в своей обители, пожелали отнять его у нее и послали для этой цели вооруженный отряд в обитель. Во главе отряда был сын начальника города. Не дойдя до обители, он захворал смертельно и возвратился к жизни только после молитвы о нем Евдокии. Это чудо поразило весь народ и самого правителя, который вместе с значительной частью народа познал тогда силу бога христианского и обратился к нему. Через несколько лет повторилось нечто подобное. Евдокия была вызвана на суд как христианка. Предупрежденная о помощи свыше в ночном сновидении, она без страха исповедала веру свою перед призвавшим ее новым правителем города и была предана мучениям. Перенесла она их с невозмутимой твердостью и снова совершала чудеса, которые обратили к Христу и этого правителя. «Сделай и меня христианином», обратился он к Евдокии, «вижу, что велик тот бог, которого ты исповедуешь». Таким образом приняли святое крещение начальник войска Деодор, бывший при суде Евдокии, жена его и весь дом его, а также правитель города Деоген со всем домом своим и много народа. После этих событий святая Евдокия поселилась по просьбе Деодора в доме его и учила новообращенных христиан. Таким образом, продолжая свой христианский подвиг, она дожила до глубокой старости. После того, как она приняла святое крещение, прошло уже 56 лет. В это время возникло гонение на христиан. Правителем города вместо умершего Деодора был враг христиан Викентий. Узнав, что Евдокии успешно содействует распространению христианства, он осудил ее на смерть. Молитвами преподобно-мученице Евдокии Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok